Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Сегодня как раз и хотелось бы поговорить именно о домашних животных. А еще мы выясним, является ли маленькая обезьянка Алекса домашним животным или все-таки диким. Давайте разбираться! Люди начали о домашних животных очень давно. Но делали это они для того, чтобы облегчить свою жизнь. И как бы странно сейчас для нас это не звучало, но изначально кошки и собаки жили в природе и не являлись домашними животными. Но люди, наблюдая за ними в их естественной среде обитания, заметили важные и полезные для себя качества. К примеру, собаки, являясь территориальными животными, отлично охраняли свою территорию и были очень умными. А кошки – замечательные охотники на мелких грызунов. Люди, подумав, решили использовать эти качества в своих интересах. Отсюда и пошло одомашнивание. А со временем ни у кого уже не вызывает сомнения то, что кошки и собаки – это домашние животные. И по прошествии определенного времени человечество пришло к выводу, что кроме функционального использования животных, к ним возникает еще и привязанность, любовь. Мы стали понимать, что животные способны быть верными, бескорыстными. Они не испытывают зависти или необоснованной злобы. Они просто любят нас. Поэтому и мы так быстро их полюбили. Вернемся к началу зарождения отношений с животными. Многие сейчас говорят о том, что дома часто содержат диких животных. К примеру, возьмем мою любимую маленькую домашнюю обезьянку Алексу. Наши зрители разделились на две категории. Одни полюбили малышку Алексу. Другие считают, что место ее в дикой природе, а не дома в комфортной и привычной с рождения для нее обстановке. Но позвольте, она привыкла кушать готовую еду, носить одежду и играть в игрушки. Она с огромным удовольствием общается с другими домашними животными, гуляет, получает все необходимое для жизни. Так же, как и привычные для нас кошечки и собачки, которые, заметьте, когда-то очень-очень давно так же жили в природе. А теперь задумайтесь и скажите, является ли маленькая обезьянка Алексу дикой? Ведь само понятие «дикие животные» – это животные, которые живут в природе. Они там рождены, охраняют свою территорию и не идут на контакт с людьми. Или она все-таки домашняя? Наших собачек и даже кошечек мы тоже одеваем в одежду. Они так же чувствуют себя комфортно. Если вернуться к обезьянкам, то можно понять, почему многие считают, что им не место в квартире. Всему виной наши собственные предрассудки и нежелание хоть немного вникнуть в ситуацию. Все мы живем в социуме и сами себе создаем определенные рамки, которые и стараемся придерживаться на протяжении всей нашей жизни. Обезьяны – это необычные животные в общепринятом смысле. И если вы ни разу воочию не общались с ними, ну, я, конечно, имею в виду именно тех обезьян, которые живут в квартире, в этом случае очень сложно понять и принять, что это такое же домашнее животное, как привычные нам кошки и собаки. Только содержание ее значительно сложнее и дороже. Давайте на минутку представим, что наши далекие предки много веков назад одомашнили бы не кошек и собак, а, к примеру, обезьян. Сейчас для всех жизнь обезьянки дома казалась бы вполне естественной нормой и не вызывала бы ни у кого ни капли негатива. Друзья, давайте мыслить шире, быть добрее и терпимее по отношению к себе и друг к другу. Хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите наш канал, ставите нам лайки, пишите нам очень добрые комментарии и делитесь нашими видео в соцсетях. Я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. До скорых и интересных встреч! Всем пока! Мы вас очень любим! Продолжение следует... Продолжение следует...